Продолжение следует... 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 Вот этот и следующий слайд — это распределение для преднеспечечной численности компании НИК. Давайте следующий слайд для выручки. Они на самом деле очень похожи. Оба этих слайда говорят нам о том, что наблюдается очень сильно выраженная симметрия. То есть среднее значение, что для выручки, что для численности, очень сильно превышает НИК. Соответственно, это как раз ответный вопрос, почему бы мы выбрали квантильную регуляцию. Она более устойчивая, которая позволяет получать более несмещенный оценок. Давайте нахрен дальше. Соответственно, мы разделили всю выборку на квартире. Такое решение было послужено тем, что мы получаем относительно небольшое количество моделей, которые, в принципе, отвечают на интересующие нас вопросы. Давайте дальше. И вот, собственно, оценки, которые мы получили. Здесь я представил только угловые грештанки для удобства. И сразу они же доножены на 100%. Так, поскольку у нас полуэкологическая модель. Получается, что если мы рассматриваем объединенную выборку для всех компаний, то для компаний из первого квартиры мы имеем, что каждый работник приносит примерно 1,2 проконтурочка. Для компаний из второго квартиры каждый работник приносит 2,2 проконтурочка. И для компании с выручкой на уровне третьего квартиры это будет 2,7 проконтурочка. Здесь мы видим, что, в принципе, практически все коэффициенты значимы-значимы на высоком уровне. Также мы видим, что у нас наблюдается возрастающая отдача от масштаба. То есть для всех видов деятельности и для объединенных в результате в целом мы имеем, что при увеличении выручки компании отдача от одного работника для этой компании будет расти. Самая большая выручка у нас получилась для отрасли мебели. Там даже компания с медианной выручкой получает от каждого работника больше 100%. Давайте, наверное, дальше. Соответственно, вот предварительные выводы, да, про возрастающую отдачу я уже сказал. Наибольший разрыв в оценках между квартирами мы получили для деревообрабатывающей промышленности. Там каждый дополнительный сотрудник приносит небольшой компании с выручкой на уровне первого квартира менее 1% выручки, да, а для крупной компании это будет более чем 2,5%. Ну, скорее всего, такие различия объясняются довольно существенно неоднородностью. Так что в выборку попали компании с очень разнообразным. Хорошо, давайте, наверное, дальше. Соответственно, второй вопрос, на который нам хотелось ответить, о каком потенциальном ущербе, да, то есть мы понимаем, что вот хорошо у нас есть зависимость между численностью сотрудников и выручкой. Предположим, соответственно, что у нас есть риски безработицы. На тот момент единственное исследование на тему прогноза безработицы в отраслевом разрезе это был доклад СССР в региональной рынке трудоуно-экономических условий, который мы то выпущем в мае. Ну, здесь я, конечно, должен оговориться несколько раз, что в прошлом году мы наблюдали очень интересную ситуацию, когда, в принципе, все прогнозы устаревали еще не то, что до момента их публикации, но, наверное, еще до момента окончания расчета. Поэтому те прогнозы, которые мы видели в мае, например, те же прогнозы Минэкономов развития, как и безработицы, хоть по... будут проходить по чему-то еще, да, это совсем не то же самое, что мы увидели в сентябре, когда они пересматривали эти прогнозы, и совсем не то же самое, что мы увидели в конце года. На тот момент у нас не было другой информации, поэтому мы взяли вот эти майские прогнозы, которые немножко апокалиптичны. Получилось, что отрасль лесной промышленности, согласно докладу СССР, была в зоне наибольшего риска просто безработицы. И ожидаемое сокращение рабочих мест было 57 тысяч лесной промышленности, 29 тысяч лесной промышленности в производстве изделий в стиле. Среди регионов Азиатской России наибольшему риску, по их мнению, подвергалась Иркутская область, что, в принципе, логично, это регион, который будет больше всего в древесине в стране. И вот в инвалиде марта уже заработал, если было 5,4, то прогнозировали, что он, наконец, будет 201. Хорошо, давайте дальше. Здесь, на этом слайде, мы видим пропорции по численности занятых в лесном секторе, какую дулю занимает Азиатская Россия в национальном объеме. Больше всего по лесозаготовкам и лесоваткам, это 44%. Дальше, в общем-то, с увеличением добавленной стоимости это тоже, соответственно, снижается. Все еще регион Азиатской России, несмотря на то, что они кумулируют огромное количество ресурсов, 75% всех ресурсов, но с точки зрения добавленной стоимости, пока здесь гораздо хуже, чем на Северо-Западе. А, сколько у меня времени осталось? Три минуты еще всего. А, три минуты, отлично. Я постараюсь. Хорошо, давайте дальше. А, соответственно, в предположении, что у нас будет сокращение занятости ровно в той пропорции, в которой у нас есть текущая занятость, тут, понятно, очень сложно. И если мы предположим, что это сокращение будет примерно одинаковое для всех фирм, мы получаем сокращение работников в размере 2-3 человека на двух фирмах. И совместив это с регуляционными фирменами, которые мы раньше получили, получаются такие довольно простые оценки, возможно, в ущерб. Для компании первого квартиры получается это от 1,2% до 1,6%, для второго квартиры 2,2% до 6,6%, для третьего 2,7%. Давайте дальше. Оценки, понятно, могут обсуждаться, могут критиковаться, они, конечно, очень условные, но ключевой вывод, мне кажется, даже не в самих значениях, а в том, что на самом деле мы пришли к выводу, что потенциальные потери выручки компании по сокращению численности сотрудников, они очень высоки. Соответственно, у компании возникают стимулы любыми способами занятость сохраняя, сокращая затраты какими-то, через какие-то другие способы. Собственно, анализ опыта пандемийного, например, нам показывает, что компании старались сохранять также занятость, не увольняя работников. Они скорее сокращали найм, они могли как-то увязать премии, они могли как-то переходить на неполный рабочий день и всякие разные другие способы, характерные для нашего рынка труда, но в целом увольнения скорее не было. И наша гипотеза была в том, что в этот кризис будет примерно так же. То есть, что компании будут мотивированы сохранять рабочие места участия. И давайте в следующий слой. А что произошло на самом деле? То есть, мы использовали теопаталитические прогнозы, мы пришли к выводу, что компания будет сохранять. А на самом деле казалось, что все еще лучше, чем мы. На самом деле оказалось, что по данным HeadHunter за 2022 год было опубликовано еще 41 дополнительная тысяча вакансий в сегменте «Весная промышленность и деревоопроводка», что на 27% выше, чем в 2021 году. А я напомню, что в 2021 был исторический рекорд «Весная промышленность и деревоопроводка». Мы увидели, что число вакансий с постоянной занятостью еще выросло на 14%. То есть, даже здесь не было такого неполной занятости. Наоборот, вакансия с неполной занятостью сокращалась. И даже в самом пострадавшем северо-западном федеральном округе, которое, конечно, не имеет отношения к азиатской рейси, просто мне понравился этот факт, что прирост вакансий сейчас, в этом квартале, в этом 2023 года, составил 32% к первому кварталу 2022 года. То есть, даже там происходило. Это подтверждает нам данные, которые дают мне на канал «Развитие», про то, что инвестиционная активность в отрасли не прекращается. И за первые три квартала прошлого года инвестиций было даже больше, основной капитал на 2%, чем, опять же, в рекордном 2022 году. То есть, это очень позитивные сигналы. Да, я выканчиваю. Я не прерываю вашу возможность рассказать про позитивные сигналы. Это позитивные сигналы о том, что лесная отрасль пережила, да, тяжелое время, да, кризисное, но в целом достаточно неплохо. И с точки зрения социальной направленности не плохо. Спасибо большое. Она уже все переживает. Нет, конечно. Она будет переживать и дальше. Это очень интересно. Хорошо. Большое спасибо. Вопросы? Смотрите, давайте я сразу комментарий скажу, когда свои коробки. У меня есть вопросы, но вы, в общем, на них будете еще отвечать. У меня первое замечание, что почему бы вам было здесь не сделать все-таки нормальную регрессионную модель? То, что вы работаете с квантелем, это вот совершенно правильно. Внутри них надо смотреть эти зависимости. Но тут ни к чему не учитывать, к какой стадии относится фирма, вот это, мне кажется, очень серьезное поощрение. В чему образцы стадии переработки, которые у вас есть, деревообработка и мебель, совершенно разная стадия. Потому что вот только недавно мы делали наш доклад по адаптации в том числе компании, там четко видно, на макро уровне один из проводившихся секторов сильно, конечно, деревообработка и мебель. Но мебель в основном из-за того, что оттуда ушли ряд крупных производителей. И поэтому, когда мы смотрим на микро, то там максимальное число как раз руководителей компаний, которые отмечают, что у них возникли новые возможности. И там как раз наблюдается такая модель фронтального развития, инвестиции в сочетании с дополнительными занятиями. Но это именно в мебели, но не в деревообработке. То есть в мебели падение, но зато при этом на оставшийся рынок получается пошла группа других компаний, причем, как правило, небольших, которые являются вашим объектом. Это первое замечание, почему бы все-таки не контролировать как минимум хотя бы вот эти вот спады переработки, они разные. Потому что деревообработка действительно столкнулась с серьезнейшей потерей рынка. Ну, конечно, американский рынок, потому что они поставляют, он евро не смогут. Вот. Это точно надо учитывать. Я думаю, какие-нибудь еще факторы, например, хотя бы региональные, как-нибудь переменные. Но точно надо учитывать как минимум там тот же агломерационный эффект. Вы, кстати, про него после мы говорили, что там разные проблемы. Есть места, где больше нет мифов и занятости, вот такие возможности, потому что людей сокращать, это понимаете, куда они поехали. Другое дело, где вообще ничего. То есть это точно желательно было контролировать. Второе. Ну, мне кажется, все-таки такая прямолинейная интерпретация, хотя вы ее потом сглапили. Вы сами сказали, что там может быть и скрытая занятость, и скрытая безработка. И все это как раз зависит опять же от условий, в которых эти фирмы размещены, какие-то там сложились правила взаимоотношений в бизнесе и государства в том или ином регионе, в конкретном месте. Они очень разные. Вот с этой точки зрения было бы, наверное, интересно, чтобы вы могли заработать. А так, по-моему, все в СБСе там. Как же очень полезно. Вот прежде всего вот эти вот насадии должны посмотреть. Так же картинка начинает резко встречаться. Примерно нашего дальнейшего. Да, спасибо. Коллеги, кто-нибудь еще вопрос? Ну, смотрите, здорово. Следующее выступление. Госпожа Никитина, Брэнбол. Долгосрочные проблемы экстенсивного развития угольной отрасли за счет гонтирования железнодорожных переговоров. Добрый день, уважаемые господа, коллеги. Участники конференции, как раз, хотелось бы сказать, для начала скажу, что я искренне рада возможности сегодня здесь выступать, потому что обычно эта тема все-таки более узкая, аудитория, скажем, более профессиональная в области транспортного и единической, хотя на самом деле она имеет более широкое экономическое значение и общественное контексте. То есть, будет непонятно из моего выступления. Второй момент, о котором я хотела сказать как из учета времени, что я его действительно считала, пока готовилась к сегодняшнему выступлению, и она мне оставляет 17 минут. Вот нам может быть какой-то компромисс. Как-то не быть. Я могу, конечно, про выводы не говорить, но получится странно. Или все-таки можно... Мы можем еще минуты пообсуждать, что вы будете говорить, тогда у вас останется только 10. Большое спасибо. Но надо как-то просто решить. Регламента никакого не было, у меня никто не стал, известно, что я должна ложиться в 12. А ну смотрите, а самое главное. Поэтому человек старался, готовился, поэтому мне хочется все-таки от своей мысли донести. Потому что такая возможность... Ну, потом, если у нас останется время, то все не донесем, я расскажу. Итак, моя мысль заключается в том, что, ну, вы знаете, я буду начинать или не начинать, давайте я решу, как бы все-таки, еще раз, никакого регламента предварительного моего выступления не было. Я действительно готовилась, и хочу иметь возможность... Я очень прошу вас удержаться в пределах 15 минут. Я вам постараюсь, и узнаешь, как бы это получилось. Итак, я хочу утверждать, что вот разворот Восток, который сегодня происходит, и в том числе санкционное давление, обострило давнюю эгостанциальную проблему опережающего роста добычи угля, который долгое время существует у нас в России, которое происходит за счет многолетнего субсидирования, перевоза угля другими отрастами нашей экономики. И происходит это, по моему утверждению, в ущерб экономическим и социальным эффектам для нашей страны. В частности, поддавка, которую мы сегодня видим на Восточном направлении, также является прямым следствием дыбочки угля ехать за счет других грузов и в улыбок РЖД. Следующий слайд прошло. Вот так, немного статистики. Доля энергетического угля в грузообороте РЖД сегодня составляет порядка 40%, при этом доходы РЖД от перевозок угля порядка 20%. Следующий. Опережающий рост объемов угля с 2007 по 2021 год составляет порядка 30%, при том, те отрасли, которые сегодня являются субсидианками для угольной отрасли, это и втеная, и втеная, и втеная, и втеная, Их объемы грузооборот, соответственно, падают. Следующий. Объем перекрестного субсидирования угля сегодня составляет порядка 146 миллиардов рублей, при этом прямой выпутки РЖД от перевозок угля по данным РЖД 47,5 миллиардов рублей в год. Доходная ставка РЖД по перевозкам угля практически в два раза ниже среднестейной доходной ставки и в три-четыре раза ниже, чем ставка для перевозки нефти продукта. Если рассуждать о причинах такой ситуации, то можно выделить три основные детерминаты, два устойчивых стереотипа, социально-политические и, соответственно, экономические, которые, пересекаясь, вот делают угольные отрасли в нашей стране поездами. Первый, социально-политический, ну, собственно говоря, кто не помнит угольщиков сказками на Горбатах в Москве из 90-х, и второе, это установка о том, что массовые грузы с высокой долей транспортных затрат и низкой эластичности спроса должны ездить по пониженным тарифам. Третья важная причина заключается в том, что у нас отсутствует динамическая модель тарифной системы грузовых и сезонодорожных перевозок, причем то, что действующая тарифная система основана на обеспечении конкурентоспособности груза в точке доставки, и при этом инструментов для динамической оценки или изменения этого параметра не осуществует. И четвертый фактор с ответа на это время, вот эта вот модель груза субсидирования, она существует всю нашу постсоветскую действительность, то есть уже более до 10 лет, может быть еще и раньше. Следующий, пожалуйста. При этом, если говорить о социальном аспекте, то можно утверждать, что значение несколько увеличено, потому что в угольной отрасли у нас задействовано 0,2% от процентов до общего процента занятых в России, и от того, что существует низкая производительность труда и достаточно высокий технологический рост и конкуренция в этом секторе, по мнению специалистов, ожидается снижение численности занятых в этой отрасли на 25-30% в 2035 году. Следующий, пожалуйста. Что касается более низких тарифов на уголь, чем для других грузов, действительно, в мировой практике достаточно часто встречается, но диалог, как всегда, в деталях, и обычно это следствие либо государственного субсидирования пониженных ставок, либо каких-то иных причин экономических расчетов, например, скидка может быть в пределах прибыли железнодорожного отрасли. И так далее. Следующий слайд. В части тарифной системы железнодорожных перевозок в последний раз ее модернизация происходила в 2003 году, при том, что методологические основы были заложены еще и в 90-х, и, в общем-то, база для 2003 года формировалась скорее по историческому принципу и принципу сходимости. То есть никто эту конкурентоспособность с точки зрения не считал и тогда, и, мало того, еще отсутствуют динамические возможности оценивать ее сейчас. Но, как мы понимаем, что рынок угля достаточно волатилен, и волатилен не просто год от года, в 2003 году еще изменилось, но и волатилен в том числе в пределах одного года и сезонности. Далее, вот недавно был опубликован доклад специалистов в профильных, который утверждает, что с 2003 года в силу нормативной базы еще действуют дополнительные скидки и понижающие коэффициенты на перевозку угля, которые привели по выводкам РЖД в размере 400 миллиардов, а вот в 2013 эти понижающие коэффициенты были попросту зашиты внутрь самого транспорта. Нет, Да, следующий слайд, пожалуйста. Если переходить к сегодняшнему дню, мы имеем угольную отрасль, которая использовала и продолжает использовать весь этот потенциал перекрестного субсидирования для увеличения собственной маржинальности и наращивания объемов перевозок. Значит, в 2022 году мировые цены на ультро, декабрь, декабрь выросли практически вдвое, за три года четырехкратный рост, сандированный финансовый результат по 2022 году в полтора раза выше с 2001 и в семь раз выше примерно 2019 при развыше налоговые поступления за 2022 год. Далее, в условиях санкции надо сказать, что украинские компании удалось перестроиться и на 20% нарастить свои объемы в направлении Китая и в 3,6 раза в направлении рынка в Индии. Значит, в этом и добыча угля практически не снизилась сегодня, если мы имеем в виду предыдущий год. Да, значит, помимо этого в условиях санкций угольной компании оказались, как и все, наши команды оказались вырождены «кодавайте распространяться с определенным дисконтом», но даже с учетом этого дисконта можно посмотреть расчет, не показывая прибыль на фону составляет порядка 50-70 долларов и около 30-40% от выпускной цены. Да, значит, еще один фактор, есть мнение все-таки экспертное, что маржинальность угольных компаний еще выше за счет того, что услуги в основном предоставляются активными фортами и через дружественные трейдинговые компании, соответственно, разница между скотной ценой и рыночной оценивается специалистами в размере 24-25 миллиардов долларов по 2021 году и вот кожа может оставаться в иностранных юриспетиях, но тем не менее имеется отношение к компаниям-производителям. При этом вот эта иллюзия благополучного финансового состояния стимулирует постоянный прирост и направление инвестиционных средств в расширении добычи угля. Например, если мы возьмем такую крупную компанию, Суэк, то она реализует в этом году три года инвестиционную программу, которая как раз будет направлен именно на расширение добычи угля. А можно на десятый слайд сразу? Значит, такая ситуация, кроме прочего, увеличивает объем перевозок в дефицитном восточном направлении и вытесняет грузы, как ни парадоксально, которые именно и субсидируют эти перевозки угля. Например, в начале 2023 года за январь-февраль крупнейшие металлургические и производители удобрения жирных природных газов не смогли вывести порядка полупрабиллиона тонн своей продукции. Еще один удивительный феномен это то, что доходная ставка на перевозку угля на экспорт в 2,5 раза ниже, чем средняя ставка доходная по углю. И надо сказать, что внутри страны она в 1,7 раза выше. Я говорила, что в 2013 году были внесены исторические эффекты на дальность, вот они дали такой стимулирующий перекос в направлении перевозки для наэкспорта. Следующий слайд, пожалуйста. За счет таких стимулов постоянно по сути угольная отрасль является основным заказчиком расширения транспортной инфраструктуры. 49% всего прироста объема РЖД, который заложен в долгосрочную программу развития, будет происходить за счет рубля, а потери от недоплаты будут составлять с 2018 к 2025 год 1,3 триллиона рублей. То есть перекос тарифная система по сути стимулирует рост спроса на развитие и разрастание железнодорожной инфраструктуры, но при этом для грузов правителей не дает никакой предсказуемости с точки зрения тарифной цены, потому что объективный баланс спрос и предложение совершенно не очевиден. Значит, благоприятная конъюнктура, следующий слайд, пожалуйста. Мирового спроса на уголь, по мнению экспертов, продлится до 2025 и в 2035 предполагается, что произойдет снижение от 10 до 50 процентов в зависимости от сценариев мировой торговли. Сегодня основной рынок это рынок Восточной Азии, который характеризуется географической близостью. Со временем центры торговли будут смещаться в Западную Азию, не такие привилегированные для нас рынки с точки зрения транспортных плеч, и, соответственно, объемы будут снижаться. Следующий слайд, пожалуйста. Кроме того, сохраняется экологическая доктрина, в определенной степени нашей стране уже главный второй план, в мире она существует и планы по сокращению угольной генерации мы знаем в 2030 году и в 2050, которые были зафиксированы в глазки, они продолжают свое действие. И, кроме того, набирают обороты технологии, позволяющие снизить себестоимость альтернативной энергогенерации. Таким образом, вот, легко доступная высокомаржинальность угленной отрасли за счет железнодорожных субсидий приходит коррентацию угля на экспорт и отсутствует стимулов для инвестиций в глубокую переработку. Следующий слайд, пожалуйста. Так, в советские времена производилось порядка 20-ти тысяч наименований продуктов из угля, нефти и газа сегодня 500-600, при этом лидеры рынка производят до 200 тысяч таких продуктов, а Россия сегодня является активным партером продуктов угля и киев. Следующий слайд, пожалуйста. Благоприятный период таких высоких маржинальных цен науку следовало бы на самом деле использовать для инвестиций в переработку, которое не происходит, при этом на каждом этапе передела, начиная с того первого, возрастает стоимость конечного продукта, вот для коксов и смолы это до 4 раза, дальнейшие этапы 5-8 раз, и так до 17 раз. Однако благоприятный период не используется, как я уже говорила, все идет расширение просто добычи угля. Итак, следующий слайд, если переходить к выводам. Вот это отсутствие инвестиций, отсутствие инвестиций в переработку угля ставит угледопающее, ставит не только бизнес в ущербное положение и в риск будущего, но и угледопающее положение, кто в регион загоняет в кризисное положение. Это Кемеровская область, отчасти Грознерский край, Республика Хакасии, Добайкальский край, Республика Сахар, то есть они в значительной степени зависят от цен на уголь и с высоким риском попадают в депрессивное состояние, если эти цены значительно падают. И в этом варианте, конечно, возникает необходимость государства для поддержки регионов, которое в условиях нашего ограниченного бюджетного финансирования будет происходить за счет перераспределения средств из других сфер, в том числе здравоохранения, образования, инфраструктурного развития и так далее. Последние слова. Невозможно войти себе с предложением. Основная идея подобная лечится подобным, если мы имеем сегодня такой перекос, то необходимо принять меры и наметить жесткий план перестройки экономической модели парадикирующего характера функционирования выборной отрасли и сделать это именно за счет восстановления нормальных условий без перекрестных субсидентов, в котором следует отказаться в достаточно краткосрочной перспективе. Дальше необходимо включить правила недискриминационных правилам дискриминационного доступа условия, которые в приоритетном порядке позволяют проехать грузом с более высокой добавленной стоимостью, стимулировать инвестиции в переработку, подготовить долгосрочную модель на принципах текупе спроса угольных компаний в контраструктуре, чтобы иметь экономическую предсказуемость тарифных условий. Ну и я бы добавила включить в конкурент инструменты динамической оценки конкурентной способности и изменения тарифа, если его основные принципы останутся прежними после перестройки в 2026 году. Я надеюсь, что мне удалось донести смысл вот этой фундаментальной экономической проблемы, которая ярко проявляется сегодня в транспорте, но, к сожалению, вот им не ограничивается. Спасибо за внимание. Спасибо. Если я не уложилась... Смотрите, пожалуйста, у кого-нибудь двух вопросов, потому что у меня есть, уже точно из присутствующих здесь есть, потому что знаете, какие у меня вопросы? Первый вопрос, а в чем новизна вашей работе? Есть же другие исследователи, которые что-то пишут на эту тему. Мы находимся в рамках, еще раз напомню, академической конференции. Поэтому в чем новизна? Эта новизна связана с методологией, с новыми результатами, с новыми источниками данных. Вы знаете, мне кажется, что я не задавалась этому вопросу, потому что я еще раз говорю, что я, конечно, в большей степени практический специалист, ответить. Но, тем не менее, я готова на него ответить. Мне кажется, что эту проблему рассматривают в узкоотраслевом ключе, не привлекая другие отрасли и сферы, которые явно являются зависимы от такой ситуации, связанной с углем. То есть достаточно много дискуссий на тему тарифообразования в угольной отрасли, перекрасное субсидирование и так далее. Вокруг транспорта это одна из ключевых тем. Я скажу, что она, не знаю, в том, и в том числе, понимаете? Но, вот, и мне кажется, что вот посмотреть на эту проблему более широко с общеэкономической точки зрения вот в этом и есть мысль и идея моего доклада. Тогда следует... Александр, что ты можешь сказать, вопрос? Да, сейчас задавайте. У меня еще один тогда вопрос. Вы так как-то налегке сказали, что есть всякие легенды со стороны угольной отрасли. Они, конечно, вот какие-нибудь. Вы же ведь их никак серьезно не рассматривали. Что такое легенды? Ну, конечно, не легенды, а основания почему должна быть такая схема субсидирования. Никто не отрицает, что да, оно есть. Просто есть некоторые соображения. Вот я поэтому говорю, а вы рассматривали эти соображения долго здесь? Нет, я прямо вот... нигде как бы не налевел и говорили, что нет, это неправильно. Вот представители угольной отрасли обращают внимание на то, а это не так. Потому что здесь, как всегда, когда... Понимаете, когда есть сфера естественных монополий, там так всегда есть спор между кем-то и кем-то. Я долго каким-то образом участвовал на разных странах в таких спорах между, к примеру, РАО ЕС и Аленыч, мне глубоко знакомы вот такого рода из сплетов. Глубоко именно на той или на другой стороне. Поэтому все-таки вы здесь рассматривали аргументы угольного? Смотрите, вот буквально слайд номер четыре, да, на слайде номер четыре я остановилась и расставала о том, почему, в чем причина, на мой взгляд, именно я вот говорила, в чем причина, на мой взгляд, что сложилась такая ситуация. Еще раз, я называла три-детербиналки для такой ситуации. Первое, это социально-политический контекст. И вы удивитесь, но если вы сейчас возьмете там, условно, 10 человек знакомых с отраслевой проблематикой, вам все, вы каждый, молча, не сговаривает, расскажет про одно и то же. Девяностые угольщики, Каспины, горбатые люди. Это стало основанием и базой для основания для перекрестного субсидирования и социальной поддержки угольного обикса. То есть вы утверждаете, что здесь нет никаких современных соображений, а здесь некоторая историческая поддержка. Я просто утверждаю, что это стереотипы. Два стереотипа, в том числе экономические тоже, которые основаны на том, что еще раз я сказала, что массовые грузы с высокой долей транспортных и затрат и низкой эластичностью спроса, что массовые грузы действительно... не было дискутируют о том, что мы начали с композицией. Там был еще вопрос, давайте его зададим. Да, коллеги, слышно меня, надеюсь? Да. Я вроде там отправлял слайды, открыть по возможности буквально один слайд. Да, ну, смотрите, во-первых, действительно сейчас, когда у нас происходит перенаправление грузопотоков на восток, тема звучит, и решетников даже министр экономического развития сказал, что... Второй слайд будет, добрый. Сказал, что вот эти квоты на вывоз угля в условии ограничений восточного маршрута приводит к снижению поставок других высокодоходных товаров, в том числе металловых удобрений. Это важно. То есть, актуальность проблемы-то есть, и ее признают и высшие чиновники, но есть критические замечания к любой работе, они их можно сделать. Вот я бы хотел подчеркнуть, что мне кажется, что прогнозы ЦСР, Центр стратегических разработок, они потеряли свою актуальность, потому что делались до санкционного давления, до потери важнейшего европейского рынка сбыта. Здесь на них опираться, наверное, уже сложнее. Дальше идет у вас представление этого обсуждения влияния на общий экспорт, но мне кажется, что влияние такого перекрестного субсидирования и загрузки железных дорог на общий экспорт, именно общий экспорт всех товаров и на сбор налогов может быть формализован, то есть через рассмотрение различных вариантов фискальных выгод и общих экономических эффектов в случае расширения доступа прочих отраслей в ущерб угольный. Сейчас идет конкуренция за провоз на восток, и в этом смысле можно рассматривать разные сценарии. Я бы предложил подумать о рассмотрении сценарных прогнозов, то есть перед такой цененой уголь есть ли смысл вывозить те объемы, которые вывозятся. Конечно, вызывает отропь то, что до сих пор субсидирует экспорт угля, перевозка на экспорт стоит дешевле, чем у сниры. Это у многих вызывает вопросы, у многих вызывает, я бы сказал, даже раздражение, но это как на самом деле действительно исторический артефакт, я с этим готов согласиться. Из серьезных заметений, мне кажется, что предложение о расширении внутренней переработки угля, оно очень дискуссионное, потому что расширение переработки сырьевого товара на самом деле увеличивает зависимость экономики от цен сырьевого, и тут можно вспоминать и примеры Норвегии с нефтью, и примеры Канады, в общем, углубление переработки угля не обязательно приведет к повышению диверсии экономики и к снижению зависимости мировых цен уголь в тех регионах, которые сейчас сильно от этого зависят. Это основные комментарии, которые я бы хотел дать. Большое спасибо. Мы тогда переходим к третьему докладу. Айзенвера Зюба Рыночная власть и финансовое положение мировых энергетических компаний. Как обычно доносить. Здравствуйте. Так получилось, что замечательный период мы были, что с вами принадлежит в Киеве. Я не мог этого. Хотя мне сам был пишет как вот я здесь на русском. Поехали. Итак, ну, имеется то, что надо существовать. Если когда мы говорим о родеотерстве, то для нее не исторический а вот это не основное я говорю. А ума которая уже далее не сможет. Понятно, потому что рынок был ливерализован к 2005 году, то есть единая компания была разделена на компоненты и как только этот процесс в 2005 году был совершен практически с этого же момента начался процесс обратной консолидации и попытка создать конкуренцию она была как бы поглощена обратным процессом, который привел к тому, что вот эти компании, которые были, на которых разбиты вся афинка России объединилась в такие вот структуры. т.е. то, что называем ДГК, ОГК, это семья дробина, которая все родилась, те, которые еще сохранили неговую самостоятельность. И у нас образовался кластер, условно, кластер ГАЗТРОМа, кластер вокруг интерауа, это кластер ДНПЛЮС, кластер вокруг альминия, кластер вокруг угля, и компании, которые сборку ЮНИКРО и ТНОЛ с иностранным участием, ну и так еще один в виде класса. Дальше. Рынок энергии устроен для генерирующей компании, предстоят основные три рынка, на котором сам рынок электроэнергии это два мощности и рынок непосредственно электроэнергии, который тоже там делится на двухсрочные контракты на контрактный рынок на следующий день. И плюс еще в силу неизбежности того, как у нас технология у нас есть еще электроэнергия тепла, которая вообще отсутствует на оптовом рынке в принципе, то есть там рывница, и все вот это вот давали на единый котел для ведущей компании. И в общем-то то, что мы наблюдаем и явления, которые мы видим, это первое, то, что компании, способные в этот рыночный механизм под себя прогибать, то есть они обладают определенной рыночной власти, которую мы хотим убедить, как она проявляется. Второе, это то, что фьючерсный рынок вытесняется спотовым, и это тоже одно из проявлений рыночной власти, причем спотовый фьючерсный рынок, он характерен для сибирской ценовой зоны, и в силу того, что там как раз характерно сращивание компаний, в том смысле, что алюминий владеет энергетикой, и в том числе тоже сабо слоек, сидит науку, ну, и плюс то, что мы имеем несколько продуктов, которые имеют разные различные объекты. Дальше. Ну, и некоторые кейсы того, как говорится, что время третий ловили на руку, это были трудные разбирательства, они там часто удавалось облиться, но тем не менее, как говорится, в обнос оставят, то есть это вот есть акцент в Энге, это лоск ДГК, который на самом деле тоже самое это плюс, сейчас, ну, и сибирская недвижающая компания, как-то на стороне тоже обменилась в Энгарске. Дальше. И, значит, мы эту методологию уже заявили, то есть она возникла индикация 20-го года, где мы исследуем структуру доходов и дотрат компании, в том числе отношения к турбурной компоненте, а это означает, что мы на самом деле только гидробовую генерацию, забортовую генерацию, забортовую генерацию, там тоже достаточно объемы. И дальше мы для вот этих компаний мы выстраиваем так называемые маркерные паттеры относительно того, как ведет себя топливная компонента в составе сдержек. и по этой топливной компоненте, то есть если компания индексирует только увеличение стоимости топлива, то это будет четвертый паттерн. Второй паттерн это то же самое, но только, грубо говоря, в этом случае у компании и остальные те, что мы считаем постоянными, тоже будут. То есть третий паттерн это проявление различной паттерны, когда компания индексирует выше, чем сами получают целовой прилет через топливо. И четвертый паттерн это зеркало от второго, что еще и эффективное управление издержками. То есть другими словами, нечетное это эффективное управление издержками, при этом в первом нет, а четное это условно неэффективное, но и так же наличие издержек в первом серва. Ну и теперь дальше. Дальше смотреть нечего потому что будет всех ставить. Каким-то наоборот то, что нужно. Давайте следующий вопрос. Ну вот тогда это нормальная Так. Значит это вот интернала. Мы здесь видим еще раз это доля топлива заплаты, доля топлива в выпуске и вентабельность, операционная вентабельность, когда мы не угадаем всякие финансовые факторы и прочие цели. То типичный четвертый паттер этого фестиваля в первом интернала и в первом и в первом и в первом и дальше. Значит это Газпромовская группа, где Газпромовская в том плане, что эти компании являются самостоятельными не только юридическими лицами, а еще и участниками доживого деятельности да, но тем не менее они все те подвязаны к Газпрому. И основное явление, которое мы скажем так вот наблюдаем, вот например довольно характерно на ДГК-2 да, что даже на блоге Газпрома, что если мы смотрим до 2018 года, то это довольно типичный до четвертого года. Но после 2018 года происходит небольшой разворот. и вот это мнение мы поймали скажем так для некоторых компаний, что либо мы не ставили диагноз, что именно конкретно проводились эти мероприятия, которые были направлены на то, чтобы снижение изменичной базы компании и так далее, но тем не менее на наших данных проявляется видение связано с тем, что мы видим компанию в двух профилях разовременно, наличие выдачной базы до пределного периода, а потом углаживание моментов и так далее. В частном, где-то переломная точка этого 2018 года. мы хотели обратить по всем компаниям, там были вот копиночки по всем домам, то у них принято. И если вот их скажем так разложить под клеточком, то, конечно же, значительная доля от всего теплогенерации живет в четвертом паттерном представительство скажем так паттерном номер один это ну Росгидро имеется в виду не Росгидро, а энерго Дальнего Востока энергия системы Дальнего Востока то есть это вся углевая генерация Дальнего Востока это как-то по каким-то причинам она является основной частью Росгидро и это именно в этой части то есть несмотря на то, что она субсидирует и все другое прочее там довольно яркий паттер отсутствия выручной пластики вывода что доля топливных издержек не снижается в этом случае то есть дальше наверное один из самых интересных выводов которые опять-таки мы поймали это то что прирост если мы рассматриваем теперь мощности рынок топлива не топлива а теплоэнергии рынок электроэнергии в отдельности то мы увидим что именно на рынке электроэнергии у нас прирост цен ну за длительные периоды минимальные то есть это означает что если и удалось на рынке мощности уже скажем так там компания свою большую пласть проявляет недостаточная цена а на рынке теплоэнергии они могут все что они не набрали на конкурентной части они довольно успешно набирают на чемпион и как бы структура производства и вот это позволяет и с этим очень трудно придумывать механизмы которые сейчас уже есть там как бы это ломная котель и так далее какие-то механизмы предлагаются но тем не менее пока их нету эффект у нас есть и так наверное дальше уже ничего не будет выводы да в качестве выводов я хотел бы с одной вывод такой что да в выходе до двух деть отрасли чтобы там повысилась конкуренция с ним пластовичная власть и у нас это не получилось потому что все надо снизиться в новые консультивные компании и значит надо все-таки вернуться к первоначальной задачи нет не значит дело в том что по сгоранию есть довольно интересный британский кейс где тоже поздние этапы дирекулирования привел к тому что там власть увеличилась почему потому что на самом деле такая гипотеза родоподобная выглядит в том что нужно было компании нашинковать настолько мелко чтобы у них исчезла власть что тогда это просто технологически становится как предстоятельными компаниями и то есть поэтому говорить о том что нужно вернуться к задаче разукрубления этого рынка это скорее неверно то есть нужно говорить о том что наверное более правильным подходом является то что на этом рынке нужно внедрять более изучленные теоретики любые механизмы которые бы стимулировали компании к оптимальному с точки зрения скажем так конечного потребителя поведению не через принуждение а через то что это ну то это мы задаем причем в данном случае придется искусственно очень тонко подстраивать такие правила чтобы такое проведение было оптимальным для целей компаний и это представляется наиболее правильным чем попытки вернуться к тому что уже проходили то есть закупление компаний рынка стихийного неуправляемого который как будто бы сам себя организовал все спасибо большое давайте зададим вопросы сначала а потом уже комментарий рецензента у у меня вопрос скажите пожалуйста все таки сейчас действуют недависимые компании но не одна что раньше была совсем одна компания а теперь сейчас и у этих компаний интересы расходятся но дело то что смотрите территориальные компании они все равно особенно по теплу они у них интересы внутри не расходят по энергетике по энергетике расходятся но при этом они все равно скажем так компания довольно легко научились понимать где находится точка их рыночной власть я не буду точку очень зашвёт они они легко находят плавные места или плавные места они находят места но от того что стало все таки не одна компания разве это не привело к чему соперничество как надо регулировать у нас конкуренция будет выше если эти компании доделаем больше но на самом деле в действительности можно говорить о том что обратное умновение не привело к решению мы наверное получили скорее положить много что мы не получили технологические эффективности это норм это очень простой технологический несостоятельный взгляд давайте много маленьких компаний поэтому у меня вопрос как вы себе представляете регулирование того как усилить мотивацию повышения на тариф на тариф что в этом на самом деле не так много плохого потому что в действительности вот медовой потребитель он гораздо ему сложнее выстраивать свой ну представляете у меня дефекцировать мне сделали мотивирующие доверия что мне надо вставать в 6 часов чтобы чайник спать до обеда то есть потребители это не очень гуманно а вот грубо говоря производители у них больше возможностей для того чтобы если они получают более дорогой тариф чем у потребителя то у них больше возможностей для того чтобы выделить какие-то процессы которые привели к экономике разве сейчас не применяется схема дифференцированных стоений это еще не схема доказательная скажем так эта схема представляется наиболее простой способ на такой дифференциации но в работах моего автора она как раз более глубоко чем я если больше я встречал эфирик она погружена в эти механизмы и там существуют более красивые вещи которые обещают люди в поле себе работают давайте послушаем рецензента который безусловно внимательно читал работ я тут послушал нет спасибо действительно хочется сказать что приведен сравнительный анализ то ли затрат на ископаемое топливо в общих затратах и выручки в операционной прибыли различных энергокомпаний в предыдущие десятилетия при этом в данном случае мне кажется что выводы которые представлены вот именно как выводы ну не так чтобы с точки зрения строго научного подхода явственно следуют из представленного материала то есть предлагаемые паттерны используемые для классификации изначально наверное требуется более формального вывода посылок о бездержках компаний непонятно где там место инвестиции в этих паттернах потому что инвестиционные решения могут быть различные у разных компаний не рассматривается вообще случай снижения операционной прибыли непонятно как на прибыль влияло регулирование цен на электроэнергию со стороны и многие другие вещи мне кажется что опущенное второй пункт который мне кажется важным это то что все таки даже если согласиться с этими паттернами то отнесение той или иной компании к какому конкретному паттерну не опирается по крайней мере как я понял не опирается на статистические критерии а делается скажем так визуально ну что может вызвать дискуссию дальше при разделении компаний по рыночной власти слайд где разделяется на четыре части по паттернам приводится общая доля некоторых компаний и не обсуждается связанность компании вообще имеет ли смысл приводить 3-4 компании и писать их общую долю не знаю я не понимаю какая информация отсюда истекает фактор географической сегментации все равно электрогенерация один из примеров ну де-факто естественно монополии географическая сегментация важна про нее как вы сказали во время выступления но на слайде про это ничего в общем на слайде про это ничего не говорится так подробно и даже разделение в некоторых случаях компании остались естественными монополистами в своем регионе выводы на мой взгляд которые вы приводите то есть сообщить о том что у энергокомпании есть рыночная власть но это это тот с которым кто-нибудь спорит но он связан с представленными материалами для меня остается некоторым вопросом и я бы сказал что ну вот с научной точки зрения мне кажется что выводы представлены даже соглашаясь с ними интуитивно мне кажется что их нужно более строго обосновать спасибо спасибо большое спасибо замечание замечание я хочу сказать что вы хотите что вы понимаете там просто по замечаниям это рецидентно скажите можете учитывать не совсем вопрос давайте я предлагаю мы послушаем следующий доклад если у нас останется время то я поставлю каждому возможность отреагировать на замечание рецидентно теперь у нас выступает госпожа Маркова с докладом по критическим потерям на рынках с трансляционными платформами госпожа Маркова не присутствует она не так она все-таки не сможет хорошо замечательно тогда начинаем последовательно не первое решение это взять разойтись раньше но я понял оно не принято оно не придет то есть возможно всякие другие решения итак у вас коллега первое первое воздушность выступить но не с последней но с первым да по поводу своего доклада по поводу тех замечаний по поводу своего доклада я с вашими замечаниями да конечно я согласен мы старались учитывать вид компаний там построили обобщем по поводу но здесь наверное нужна еще детализация даже внутри предприятия есть помогать людей основной у них такая большая разница чего до одного человека будет доходить вопрос где-то надо останавливаться там есть существенные политические раздачи и вы так сказали что вы это сделаете и что и что разницы никого не было в ваших коэффициентах ну а оценки коэффициенты получились конечно разные мы не считали итоговые оценки услышания занятости потому что не было баланса что будет происходить где будет сильнее и хорошо а контролировать регионы нет здесь я согласен это был наш следующий шаг у меня был маленький поверхность который предполагалось что риски наиболее да наверное было бы здорово посчитать по отдельным регионам хорошо теперь ваш второй доклад был высказан ряд замечаний рецензентам вы можете ответить да нет спасибо если можно если запись идет ну конечно я хочу задать вопрос Роману у нас есть время можно ли это сделать да но у нас будет время но какой-то короткий на вопрос да или как концепт давайте сначала все ответы на вопрос хорошо во-первых я хочу сказать Александру большое спасибо у меня вообще здорово что есть обратная связь и приятно что вы поднимаетесь смотрели доклад очень большое спасибо я с большей частью вашего замечания совершенно согласна немножко просто буквально прокомментирую первое то что касается исследования ЦССР ни в коем случае оно не оправляется за основу каких-то фундаментальных выводов и рассуждений скорее точечно какие-то базовые вещи и конечно когда мы готовили доклад и презентацию безусловно все те аспекты которые касались изменения ситуации на рынке санкционного давления изменения направления грузопополка безусловно это все не и если мы делаем акценты на исследования ЦССР то они в первую очередь касались больше макроэкономической ситуации и международных рынков это западная Восточная Азия технологический рост и так далее теперь перекрестное субсидирование да значит и действительно это часть моего вывода о том что я и как бы пыталась сказать немножко краничного времени не так четко прокручала но это действительно то о чем я хотела сказать что действительно отрасли которые в общем субсидируют все лишний день перевозки угля должны иметь какие-то приоритеты в проезде и приоритеты в доступе к инфраструктуре если уж она у нас становится дефицитной потому что это совершенно недопустимые вещи мы имеем по первому кварталу плюс 55% угольных перевозок и минус 20-30% перевозок лесных грузов перевозок по первому кварталу которые не могут сегодня проехать во восточном направлении из-за угля то мы убиваем вот ошибаюсь здесь совсем другая причина у них экспортные рыбки закрылись нет я даже скажу сегодня я отправила в Сибирь групп это один из крупнейших производителей лесопромышленного нашего комплекса завод находится в Иркутской области 2 миллиона то пиломатериалов они производят и ровно не могут отправить на дневосточные рынки причины две первое посылу порожних контейнеров из московского региона невозможен в силу занятости транссибирской магистрали и второе планы на доступ к контейнеров предприятий и возможности отправки в китайском направлении в направлении до дневосточных портов заблокированы на 50% абсолютно точно безусловно рост угля 55% составляет сегодня они могут проехать металлы удобрения просто вы поймите что 1% угля это без сеги жгру чтобы вы понимали вот этот баланс который существует поэтому я здесь с коллегой совершенно согласна приоритизацию и влияние вот этих вот дарительных условий и возможности приоритетов проезда надо каким-то образом регулировать и пожалуй давать возможность все-таки отраслой экономики существовать да не просто быть вообще срезанными по полной программе за приоритеты угля следующее то о чем я хотела сказать предложение о расширении внутренней переработки угля я пожалуй соглашусь у меня здесь нет каких-то четких расчетов которые бы показывали вот такой народно-хозяйственный эффект суммарный эффект я видела много предложений по диверсификации рисков на отрасли один из них это переработка но есть и другие я не буду наставить что это прямо самая спасительная мера хотя мне кажется интуитивно пожалуй она но действительно исследование в этом направлении интересно продолжить я пожалуй это ни к чему не обязывающая рекомендация когда вы все-таки говорите про какие-то мифы про какие-то заблуждения исторические ну обычно есть нормальный совершенно они выделяют цитаты связанные с этими и потом сопровождают графиками что все это не так вы это все равно никак не показали про то что там роль угля сейчас не столь значимая что он не играет роль социального вы все время говорите про каски но это никому действительно не поможет сейчас уже давно это очень такой общий прием а мы здесь находимся на экономической площадке и он всегда выглядит более доказательно если вы берете и говорите вот существует 4 мифы вот они вот такие сейчас мы возьмем и развенчаем эти 4 мифы вот первый график второй график третий график а так у вас все равно выступление получилось с обеих сторон вот с позиции РЖД ваше выступление совершенно верно там все аргументы перечислены при этом мы не видим еще таких понимаем что здесь есть скрытое токсидирование и не скрытое токсидирование это всегда плохо и нехорошо но хочет людей всегда говорить мы знаем что такое судьи мы понимаем что вы же понимаете здесь если откровенно ну 2020 ну там прошлая программа развития которые писали ну это просто эксперты сказали что безусловно что обсуждать потому что нет независимых либо эксперты разбираются тогда они работают и не не поэтому если бы вы посмотрели аргументы другую страну как бы разобрали картинка была более активная и как бы было легче тогда в этот спор включиться потому что когда принимаются какие-то решения и вы это сами прекрасно знаете понимаете я соглашусь лишь два три аспекта которые я хотела сказать я рассказала об этих стереотипах которые существуют в старинной системе международной и показала как это происходит на самом деле в мире про социальные аспекты и сказала о том что численность занятых в угольной отрасли 7,2% от количества занятых про стереотип про систему пресс-куранта которая якобы должна удерживать вот эти условия именно в таком ключе и показала как основывался этот пресс-курант на чем он сегодня на чем он сегодня оппозируется и какой ущерб он несет для экономики вы разве не знаете что численность занятых в таких примитивных признаках которые свидетельствуют о социальной роли то же дальше начинается всякий вопрос про то какова зависимость региональных бюджетов соответствующих городов насколько там это могут города возьмем к примеру автомобиль близкие нам знакомы а какая там-то занятость да очень небольшая основной аргумент поддержка которую иногда кто-то пытается бороться до автомобиле строения оно обеспечивает еще здравоучивую занятость в химии измель то является потребительным правом другая ситуация но тем не менее соображения могут быть гораздо более сложные и лучше тогда по каким-то окружениям на них внимание посмотреть какие-то там абоненты со знанием населения это да я хочу сказать что конечно я тоже давно в этой дискуссии глубоко в материале честно что я глубоко и давно знаю да глубоко и давно знаю все аргументы которые сегодня высказывались и сегодня вы сказали возможно вы правильно говорите что я действительно с этого начала что может быть для научной дискуссии нужно еще больше академической скажем аргументации более глубокой более глубокой взглядной проблематики конечно да конечно потому что вы понимаете правильно что моя основа этой дискуссии это в первую очередь то что происходит на профессиональных транспортно-логистических площадках на протяжении 20 лет мы находимся в реформе мы обсуждаем эту тему поэтому то что для меня уже может быть совершенно понятно и не требует разъяснений возможно более широкому кругу требует огромное вам спасибо за обратную связь да требует да и углиных площадок где тоже есть обсуждение и в отношении уже тоже может быть недовольство спасибо большое и теперь да конечно так я еще хотел добавить одну все таки вещь что мой второй комментарий был про необходимость именно формализации общих экономичных эффектов здесь мы сталкиваемся с ситуацией ограниченного как бы общего блага железная дорога перегружена и для того чтобы понять какие товары пропускать в первую очередь нужна именно формализация всех всей цепочки экономических эффектов если говорить про конкретно уголь уголь на экспорт это в некотором смысле тупиковая для последующих эффектов шоков вет может ситуация при которой методургам или производителям удобрений выгоднее в прямом смысле субсидировать или там доплачивать шахтерам чтобы они не работали чтобы этого угля не было железной дороги чтобы он не шел на экспорт такие парадоксальные истории как у нас есть ограниченное общее благо в данном случае загруженный железной дороги они могут возникать поэтому я настаиваю на том что вот для того чтобы этот дискусс был услышан в том числе чиновниками нужно рассматривать всю цепочку экономических эффектов для различных случаев пропускаем удавление по создательному принципу уголь сколько мы в итоге получим и фискальных угод и налогов с экспортной деятельности и расширения экспорта и возможно другое просто перекрестное финансирование не перевозок ЖД а перекрестное финансирование за счет других администрей и регионов которые пострадают вот я за то чтобы это было чуть более нормально мне кажется это будет более эффективно для широкого поступления у чиновников хорошо спасибо и последнее выступление ваш комментарий там было более значение когда ну а вот они возможны с тем что смотрят к следующему что вот утверждение о том что рыночная балласть есть и так понятно что она есть но в действительности но так и непонятно во-первых во-вторых прием той же самой Росгидро да то есть эргосистемы там показывают что если мы определяем вот таким признаком то там вот это означает что картина достаточно разнообразная и поэтому тут априотное убеждение в общем-то не принято вот всегда раз то что мы не говорим о парламентизированном обществе для которых созданы некие различные условия второе что касается строгости то тут я наверное скажу такую вещь которую студентам сразу рассказали он сказал что в действительности эти эконометрики они довольно не всегда применимы часто эконометрика она точнее так не часто а всегда эконометрика должна начинаться с визуального анализа и иногда мне кажется что можно визуальным анализом закончить потому что если у тебя получается сама по себе гадающая книга то пристегивание к ним формальных вещей может казаться избыточным а в данном случае оно будет по большому счету не рабочим почему потому что виды дорогие данных мало они обладают все плохие свойства которые можно собирать гидроэзм с технически достичь то есть получить что-то устойчивое что можно выбить за экономические результаты можно выявление устойчивых шаблонов в данном случае если это делается визуально то я не вижу такого криминала поэтому в общем-то это скорее не от того что мы не владеем а это и прочих равных решения конечно может быть стоило сразу заявить потому что я с вами соглашусь что иногда при определенном статье параметрические методы не дают значимых эффектах тогда люди прибегают не к методам количественных исследований а методам например качественных исследований которые базируются на интервью с лицами принимающих решений и так далее у вас здесь много разных игроков и как раз когда вы обсуждаете вопросы конфигурации поведения этих игроков реально это надо во многом обсуждать с теми объясняют я скажу так что тот результат который здесь заявил как публика 2020 года прошла презентирование в журнале ЭКО и там естественно по памяти нас вывели и они нам стали фигурить конечно хорошо и мы там очень довольно хорошо не 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 смотрите я не не парни как бы диалог что у вас что то не так у нас площадка академическая поэтому нам важно сразу фиксировать свою методологию свои гипотезы потому что во всех трех докладах которые мы прослушали в принципе везде можно было сформулировать гипотезы или исследовательские вопросы не важно там дескриптивный анализ описательный анализ анализ там качественный конечный но их можно было сформулировать и дальше выражаться какую методологию и опять же на выходе в любом исследовании не обязательно может быть готовый результат а может быть формулировка потому что это тоже считается следовательным результатом почему мы не акцентируем методологию потому что она уже была отказана она тем не менее я думаю наверняка у уважаемого рецензента какие-то комментарии дополнительные пожалуйста да есть я бы не сводил все-таки статистические критерии для чистой эконометрики я понимаю по полной мере проблема работы экономических на малых выборках это все понятно но все же я не готов согласиться то есть даже если у вас есть паттерны которые вы классифицируете хочется понимать какие стройные критерии отбора той или иной компании к тому или иному паттерну все-таки это должно быть снижение на какой-то процент нужно сравнивать снижение за 10 лет получается 10 лет да с средним разбросом дисперсии если хотите все-таки вот этот визуальный подход мы для меня лично даже если согласен визуально я не понимаю как с ним профессионально дискутировать то есть я привожу еще одну компанию спрашиваю куда ее отнести начинается бурная дискуссия потому что у нас нет формальных формализованных критериев по которым мы относим компанию к тому или иному разряду поэтому иллюстративно это да это подходит для иллюстрации но все же говорить о том что на таком сравнении распределение можно делать выводы научно-слоги я все же согласиться не смогу хорошо я услышал есть слайд вот когда разговаривали визуально спасибо за подсказку то есть не никогда не сказали ну мне кажется проблем нет с формализованным а потом критерии ну да то есть снижается то грубо говоря снижается на сколько процентов когда мы считаем если снижается меньше до процента то по крайней мере рисуем так просто туда и хорошо хорошо я так понимаю мы можем посвятить остающиеся три минуты вашему вопросу при этом я для вас вопрос связан с снижения вопрос насколько это определяет и насколько это определяет большие инфакты и второе это элитичность спроса на транспорт логических сходов на сколько она определяет силы на работе или на снижение до снижения до трех я снижения снижение по даже необработанным демизитам, все еще проходили в это время. И потом в ожидании санкций западные импортеры затарались их можно больше, все-таки успеть ввести до того, как это все будет. Сегодня, да, конечно, логистических проблем работали очень много. На Космярско-Механическом форуме была отдельная сессия, очень подробно, потому что есть там. Было много всякого интересного. Но, конечно, вообще мне кажется, что здесь проблема не только лесового окраса или не только угольного окраса. То есть все вот эти проблемы приводят нас к мысли о том, что наша страна в краткосрочной или несрочной перспективе должна расшить вот эти свои транспортные проблемы. Когда можно что-то решать с восточным полигоном, нужно что-то решать в принципе с эффективностью работы РЖУ. Сейчас мы получаем, что очень мало согласованных заявок на грузоперевозку. Мы видим, что есть огромное количество заявок на грузоперевозку, которые на самом деле не обеспечены. Потому что, с одной стороны, производители пытаются пристраховаться. Если у вас не одобряют замены, то вы подаете сразу много, чтобы отобрать хотя бы что-то. С другой стороны, если одобряют сразу несколько, возникает момент для спекуляции. То есть если вы могли понять, то вы можете это перепродать. И вот, наверное, нужно решать походу. Там, я не знаю, чего. Есть отдельная тема с автомобильными перевозками. Там, может, как-то все идет здесь с Минтрансом, потому что надо повышать перевозку на улице. Минтранс, конечно, не надо. Есть тема северного морского пути. РЖД говорит, что Паукой не считали, что это для Украины элементарно. Там нужны какие-то особые требования. А для Леса, наверное, это тоже перспективно. В частности, с Минтрансом, Крым, портный гад. Старец Крымин отправлял более миллионных километров. Спасибо. Спасибо. Коллеги, я выражаю признательность всем участникам сегодняшней сессии, кто смог сохранить, главное, свое здоровье для выступления и выступить. У меня особая признательность рецидентам, которые все это с большим интересом прочли и удовольствие прокомментировали. Спасибо. До встречи на следующих ясенских конференциях. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.